Теория разбитых окон гласит, что если в нормальном доме разбить даже одно стекло, через какое-то время все строение придет в упадок, будет разграблено и осквернено. Похожая история случилась с компанией «Окномания» с той лишь разницей, что признаки грядущей катастрофы почти никто не замечал до последнего момента. Эта фирма ворвалась на мордовский рынок пластиковых окон со скидками, распродажами и другими бонусами для заказчиков. Обещания были нереальны, скидки в половину и более стоимость товара и услуг заставляли уже тогда задуматься о несырбе, это в мышеловке. И пока другие каналы крутили рекламу «Окномания», мы предупреждали зрителей, будьте внимательны, все очень подозрительно. С теми, кто не услышал наше предостережение, встретилась Людмила Чекалу. Фирма «Окномания» закрыла свой офис в Саранске, но перед этим успела обмануть десятки человек, которые так и не дождались обещанных окон. Мария Деревянкина обратилась в «Окноманию» 7 ноября. Она хотела порадовать свою бабушку, заказав новые окна, чтобы пожилая женщина не мерзла в своей квартире. Внесла предоплату – 11 тысяч рублей, но окон так и не увидела. Начали звонить, звоним. Сначала трубку брал займерчик, да-да-да, все, вам остановим, потом телефоны не отвечают. Мы уже поняли, доехали до офиса, тут уже закрыта выездка, аренда. Мы уже поняли, что нас обманули. У всех этих людей похожие истории. Заключили договор с «Окноманией», получили от менеджера обещание, что все будет сделано быстро, внесли предоплату от 10 до 30 тысяч рублей. Окон не получили. Я все надеюсь, жду. У них там по договору на другой стороне 50 дней рабочих, срок исполнения. Ну, думаю, ну ладно, обманули здесь со сроком. До 19 декабря я еще как-то более-менее тяну. Думаю, ну ладно, если потом не сделают, претензию им отправлю. Вот, пожалуйста, дождалась. Наталья Игонина до последнего надеялась получить обещанный балконный блок, за который тоже внесла 70-процентную предоплату. На меньшее предприимчивые замерщики не соглашались и находили ответ на каждый подозрительный вопрос. Тащий говорит, какая большая предоплата у вас? Он говорит, ну сейчас руководство поменялось, стали брать 70 процентов. Раньше брали меньше. Любовь Клементьева вообще оплатила полную стоимость окна – 18,5 тысяч рублей. И только спустя два месяца поняла, что совершила ошибку. Дала полную стоимость, так как кто приходил замерщик, он сказал, если вы оплатите полную стоимость, у вас будет скидка, и быстрее поставят окна. Я оплатила. Они ничего не сделали. При том, что они видели, что у меня супруг инвалид. После того, как узнал, что компания распалась, второй инсульт повторный. О нечистоплотности фирмы, которая, как выяснилось, зарегистрирована в Саратове, мы узнали еще в феврале, когда в редакцию «Десятого канала» обратилась Людмила Ведяйкина. Она уже второй год пытается через суд отстоять интересы семьи, пострадавшей от окномании. В мае 2018-го подруга Людмила заключила договор на отделку балкона под ключ и внесла большую часть суммы – 14 тысяч рублей. Новая рама здесь уже была. Оставалось всего ничего – обшить стены вагонкой. Но, получив деньги, недобросовестная компания так и не приступила к ремонту. В этой квартире проживает семья из пяти человек, двое из которых – пенсионеры-инвалиды, еще двое – несовершеннолетние дети. И таких людей предприимчивые сотрудники окномании обманули без зазрения совести. Теперь пострадавшие требуют от фирмы вернуть не только свои 14 тысяч, но еще и неустойку и компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил, но фирма с манящим названием до сих пор ничего не выплатила. Я не хотела бы, конечно, дальше продолжать работать с этой компанией. Хотела бы просто возвратить деньги и забыть про них, нанять нормальных, ответственных людей, которые бы сделали за неплохие деньги ремонт. В телеэфире и со страниц пабликов 10 канала мы неоднократно рассказывали эту и другие истории пострадавших. И, возможно, кого-то удалось остановить от заключения опасной сделки. Но только тех, кто регулярно смотрит наши новости. Все, кто попался на уловки мошенников уже после наших репортажей, поверили другому региональному телеканалу, который, зная о подмоченной репутации оконной фирмы, продолжал делать им рекламу. Где, как выяснилось, нет ни капли правды. Это мошенники. Специально они делали рекламу, дали на телевидении. Все, естественно, появились на рекламу. А сейчас мы остались ни с чем. Если до сентября этого года окномания еще иногда действительно устанавливала окна, то с начала осени даже не пыталась это делать, а лишь заманивала клиентов пустыми обещаниями, попросту обдирая их, как липку. Как установили полицейские, с сентября по ноябрь текущего года сотрудники торгово-монтажной компании, расположенной на улице Полежаева в Саранске, принимали от граждан заказы на установку пластиковых окон. При этом свои обязательства не выполнили. Клиенты вносили предоплату от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящий момент в полицию обратились 23 жители Мордовии. Предварительная сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 450 тысяч рублей. Сейчас сотрудники отдела экономической безопасности МВД проводят проверку по фактам мошенничества окномании. Пока никого не задержали. В Саранске от фирмы с манящим названием осталась одна вывеска. Опустевший офис уже ждет новых арендаторов. А те, кто принес сюда свои кровно заработанные, остались наедине со своими проблемами. Родственницы Александра обещали, как пенсионерке, хорошую скидку. А по факту, вместо рассрочки на нее оформили кредит с переплатой. Так что оконный блок обошелся даже дороже, чем в других компаниях. И хотя она так и не получила обещанного окна, пожилой женщине предстоит еще 10 месяцев выплачивать за него кредит. 22 тысячи рублей. Сейчас она не может никак расторгнуть договор с банком, да? Она уже узнавала, да? Деньги уже, потому что банк пригнал в эту компанию. Ни денег, ни чего, и не получили окна. Просто у таких людей нету совести, наверное. Обманывают пенсионеров. Звонили в эту контору во всех городах. Трубки не берут, на звонки не отвечают. Как было известно, что у Саратова эта фирма банкротится. Директора на месте никогда не бывает. В Саранске есть много положительно зарекомендовавших себя фирм, которые давно занимаются установкой пластиковых окон по всей республике. И ни одна из них не обещает баснословных скидок. Максимум от 3 до 5 процентов. Пенсионерам, оптовым заказчикам и постоянным клиентам. Представители одной из компаний рассказали нам, как безошибочно вычислить мошенников. Не вестись на вот эти космические скидки, которые многие компании, так скажем, предлагают. Потому что цены в данном сегменте, они уже давно устоялись. И по региону они, в принципе, средние. То есть разнятся в пределах 3-5 процентов по организации. Если же фирма предлагает вам заоблачные скидки, это сразу должно насторожить. А еще добросовестные компании никогда не берут предоплату, превышающую половину стоимости. Максимум 40 процентов на покупку материалов. Свою работу стараются выполнять качественно и всегда дают гарантию не менее пяти лет. Очень много каждый год появляется организаций, скажем так, одноразовых. Они отрабатывают сезон, закрывают юрлицо. И на следующий год, то есть в следующий сезон, открывают новое. То есть для чего это происходит? Чтобы не... То есть когда установишь некачественные изделия, выдержать свои гарантийные обязательства очень сложно. Поэтому вполне вероятно, что окномания, закрыв один свой офис в Саранске, откроет другой по новому адресу и с совершенно непохожим названием. И с таким же успехом будет обманывать людей другая фирма-однодневка. Поэтому собирает что-то купить, установить или отремонтировать. Выбирайте местную компанию, которая работает в этой сфере уже много лет, имеет проверенную репутацию и положительные отзывы реальных людей. И всегда очень внимательно читайте договор, прежде чем его подписать. Людмила Чекал, Александр Данилов, программа «В центре внимания».